Продолжение следует... Это интересное построение, точнее, намекное некое интересное построение, связанное с так называемыми нечеткими множествами, и как это можно приобрести, присобачить к соотношению форм и предмета. Значит, что такое нечеткие множества, как о нем говорят? Что такое обычное множество? Обычное множество это когда у нас есть некоторые элементы, и они перечисляются. Здесь нет повторяющихся элементов. Например, множество словов букв его состоит. Оно состоит всего лишь из четырех этих элементов. О и В. О повторяется дважды. Сюда обязательно принадлежит так называемое пустое множество. Пустое множество у нас является подмножеством любого множества. Это очень важно понимать. Крайне того, что важно понимать, что у нас во множестве, по закону, элементы все между собой различные. Если у нас несколько элементов совпадают, то тогда мы говорим о многом множестве, или надмножестве, или чем-то еще. Но такой объект еще возможен. Все эти множители множители ортогональны? Ну, наверное. Но что значит ортогональны? Ортогональны это когда у тебя А, ортогональна Б, это означает, что их... Нет, не ортогональны, а составляет, скажем, составляет Б. Скалярное произведение, когда у тебя, да, когда у тебя... Я не знаю, потому что у тебя здесь операция умножения на число не задана. Поэтому Б, если мне не... Это не принципиально, ну, Иван, я понимаю. Ну, не задана. Не задана. У тебя, например, множество шахматных фигур, пешка, слон, ладья, допустим. И операция умножения на число не задана. Это беусловно множество, это беусловно порядочное множество, но там еще чего-то нет. И они не ортогональны, потому что А, ортогональна Б, это означает, что их скалярное произведение равно нуду. То есть это... То есть это является правилом умножения? Да, скалярное. По сути, что элементы множества, они, в некоторое смысле, нельзя ни убавить, ни прибавить ничего. То есть, ну, как бы, образуют базу этого общества, то есть там... Не знаю. Я не думаю, что из-за таких базисей. Это вот важно понимать. Теперь говорим о многом множестве. Ой, о многом множестве. О так называемых нечетких множествах. А если нам придумать такой объект, для которого какой-то его элемент может то принадлежать, то не принадлежать. Точнее, может принадлежать вероятностью одна вторая и одна третья. Поэтому берем... Подожди-ка. Володь, так он закрывает свою фигуру и все, может сдвинуть тему туда немножко? Я закрываю. Да вот ты, Александр, закрывай, что пишет. Оно еще видно все, что ли? Ну, не видно. Я говорил, что закрывает. Только... Сдвинуть давай, Диман. Опаси меня не сдвинешь. По крайней мере ты сбоку встанешь. Вот, все, встал сбоку и все. Ну вот. Значит... Да, вот другое дело. Значит, наберем и пишем некоторую характеристическую функцию МИ для каждого элемента. В этом МИ, допустим, будет пробегать значение от нуля до единицы. Как это можно интерпретировать? Это множество омега. Это означает, что всевозможные элементы АИ принадлежат к этому множеству омега с определенным родом вероятностью. С вероятностью 1, 2, что-либо, или какую-то бычу. Понятие в принципе, да? Если тогда у нас все, множеству, любой элемент либо принадлежал, либо не принадлежал, то есть у нас вот эти МИ пробегали значения либо 0, либо единица. Каждый элемент тот принадлежал, тот принадлежал, тот не принадлежал. Но теперь этот МИ принадлежит к этому множеству с определенного рода вероятностью. Это очень интересный объект. Я хочу сказать, что в нем теряется однозначность операции пересечения и объединения множеств. У нас появится неоднозначность, не может сдаваться различными способами. Но в нем теряется, но тем не менее вот такой объект он возможен. Очень интересно посмотреть, как омегу соответствует пустое множество. Скорее всего, пустое множество его можно описать как вот тоже такой объект, 0 со значением единицы. Но почему? Потому что 0, то есть бесконечность, пустое множество, в смысле пустое множество, всегда является подножеством любого нечеткого множества с вероятностью единицы. Вот потому что оно пустое. Но вот эта ситуация, она сохраняется. Вот так. К чему я это все рассказываю? Вот Олег Михайлович, он работает в очень интересной парадигме, для которой у нас есть предмет и форма. У нас форма всегда на различных этапах понимает себя в качестве причины предмета. То есть есть предмет, есть готовая оставшая форма, а предмет в этой форме становится. Есть форма, а предмет не становится. А форма и предмет независимы друг от друга? Что? Форма и предмет независимы друг от друга? Ну нет, тебя полностью предмет подчинят формам, получается. Хотя форма является причиной предмета. Ну вот такое тоже абстрактное значение. Более подробно... Тогда каким образом форма может не соответствовать предмету, если она является его результатом? Да. Форма не является результатом. Или наоборот. Предмет является результатом деятельности форма. Тогда он прямой от нее зависит и не может быть не независимым. Предмет полностью. То есть делается попытка построить... Служает медлить шар. Медь всегда... Здесь медь, это наша шар. Форма шара делает медь-медь. В этом логике. Я понимаю. Предмет это как... Зачем тогда рассматривать предмет, если можно рассматривать только одну форму? Потому что предмет получается автоматически. Но есть такая проблема, на самом деле, у Али Муховича есть такая. Ну хорошо. Пусть он получается автоматически. Но очень важно, что у нас разговор здесь состоит, что форма является причиной, а предмет в каком-то смысле является следствием. То есть у нас базовое различение для философии Олега Михайловича, различение формы и предмета, оно является в том, что одна из них выступает в качестве причины и в качестве чего-то готового. А вторая часть, то есть предмет в этой форме становится. Более подробно я собираю всевозможные аудио-видео с записями семинаров. Я хочу предложить один очень простой и разновидный, значит, что... Даже не знаю, как его сформулировать правильно. Что у нас предмет... Что форма у нас отличается от предмета тем, насколько возможное отличается от старшего. Да? Возможное от старшего. Когда у нас, допустим, есть... Ну, по году для меня, например, электрон со спинами направленными... с понятием спина, вот у нас есть понятие спина, но всегда на протере, который мы видим, мы видим, что это значение спина либо 1 вторая, либо минус 1 вторая. Так, так. Либо 1 вторая, либо минус 1 вторая. Ну, для Фермиона. Ну, для Фермиона. Ну, для Фермиона. Ну, и кто? Кто еще? Вот. Для него этого всякого. Что здесь очень интересно? Сколько мы его не измеряем, мы всякий раз наблюдаем либо 1 вторую, либо минус 1 вторую. Но с другой стороны, у нас есть некое понятие спина, которое оно где-то к нам существует, и поскольку у нас всегда есть результат, в результате мы различаем значение некоторой величины и, собственно, само величину. Значение величины. Это так называемый вероятностный подход, который я предлагаю это здесь сделать. Вполне возможно, что можно говорить о становлении формы и предмета тем способом, что форма... Форма или предметы, мне подскажите. Что форма есть некоторая величина, но всякий раз, когда мы ее обнаруживаем, она всегда принимает какое-то определенное значение. То есть она является в этом смысле оформленным предметом. То есть у нас есть форма, подобное тому, как есть понятие спина. Но всякий раз, когда мы этого видим, тогда получается, что она принимает какое-то конкретное значение. Ну, скорее всего, наверное, предмет. Да, предмет, в конце концов, становится готовым. Но очень важно, что мы получаем понятие так называемой материи. Материя, получается, чистая возможность. Так это его рисует ли так? Ну, я рисую. Я рисую. То есть мы начинаем строить некоторую метафизику, основанную на так называемом вероятностном подходе. Да. Основанную на вероятностном подходе. Вероятности чего возникают? От того, что мы фиксируем, что ли, эту материю? Или как? Фиксируем предмет? То есть как бы... Вероятность никак не появляется. В смысле, когда вы свидетельствуете? Возникает вероятность. Да, очень интересно посмотреть. То есть если, допустим, что у нас, что есть некоторая величина, и она всегда совпадает, осуществляется с вероятностью 1. Но это не мешает нам различать эту вероятность от его воплощения, несмотря на то, что ее вероятность равна 1. То есть у тебя совершенно не происходит какого-то трансцендентного внешнего, вещи в себе или внешнего объекта, находящегося вне формы. Ну, всегда есть идея стула, но ты каждый раз можешь видеть разные стулы по форме. Да, 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 согласен. С вероятностью 1, 2, 3 или что-то еще. Или просто с какой-то определенной вероятностью. То есть у тебя подход, что здесь мы как бы обогащаем, или наоборот, построение несколько теряется, того, что мы используем представление о вероятности. А зачем оно нужно, я не понимаю. Для того, чтобы различить форму предмет по-другому. Не как причины и следствия, а как величину и ее конкретное воплощение. То есть математизировать? Точнее, задать окунную их рассуждение. Если это у меня получается, конечно. Чем тебе не... Вот такой подход. Почему нельзя форму от материи отличать таким образом, что материя с чистой возможностью, что у нас есть предмет, который есть единственное. То есть форму актуализирует. Говоришь же, наговизирует. Форму актуализирует, правильно? Да. Это если говорить, что иногда актуализирует, как бы, да, с какой-то вероятностью. Да. А иногда не актуализирует. Ну, типа того. Но наговизм такого ничего не говорил. Я понимаю. Я говорю. Стоп, стоп. Уже не актуализирует. А она в любом случае актуализирует, только значения разные, может быть. Да. А может актуализировать, а может не актуализировать. Нет. Это разные вещи. Ну, значит, это значение не актуализирует, значит, это значение ноль, вероятно. Да, да. Она всегда актуализирует. Она всегда актуализирует. Но с другой стороны, форма отличается от своей воплощенной актуальности тем, что она может актуализировать, не может, а может и не актуализировать. Хотя она всегда актуализирует. Понимаете, да? Она всегда актуализирует. Она сама сама по себе актуальность, но ее результат этой актуальности либо как бы ноль, либо единица. Либо предметы, либо отсутствие. Какие-то значения. Да, да, это всегда. Но здесь надо удержать такую вещь, что не всегда это 1, 2 или 1 и 0. Иногда это бывает для нормального предмета, почему Риспетт не мог высказать. Вероятность как раз 1. То есть у тебя форма обращается в предметы с вероятностью 1, но при этом она от предмета отличается. Собратите, снимаю. Несмотря на это. И это вот такой своеобразный логический подход, о котором хочется говорить. Я не знаю, можно о нем строить, это другой подход, чем на Гриса, хотя я его обозначал. На мой взгляд, такой подход имеет право на существование. Но совершенно непонятно, как с ними работать. Причем здесь нечеткие множества. Нечеткие множества, потому что позволяют этой интуиции придать дополнительный смысл. Ну, в самом деле, если мы говорим о множествах каких-то, и о пустом множестве, как о чистом ничто. И кто вспомнит эти семинары, мы и видели, как я пытался строить рефлексию на основании ряда аксиомипиана в понимании натурального и натурального числа. Но это так. Как с ним работать, непонятно. То есть вот это моя интуиция, которую я хочу предложить в том числе рассмотрения. Ну, то есть задача математизировать философию. Скорее оплодотворить философию определенного рода рефлексивным и математическим опытом. Вообще говоря, на самом деле... Достать эти множества, и потом делать... Вдохновляет, что очень похоже на Эристотеля. Знаете, да? Вдохновляет вот это. Потому что вообще понятие актуальности... То есть, представляете, чувак это сформулировал, не имея представления о теории вероятности. Самое интересное насчет математики, если честно. Просто мы занимаемся сознанием, и там тоже возникает необходимость к математике. Потому что в каком-то смысле в математике есть та сфера, сфера идей. Которая чистая идея, четкая сфера. Если мы обращаемся к математике, то мы понимаем, на самом деле, что это не словесная игра, а некая стоящая за этим все-таки логика. То есть, нечто такое, чтобы осезать. Что-нибудь в чистом виде. Осезание. Вот когда Игорь здесь говорит о возможности применить математику, опять же, научим заниматься Олег Михайлович. Ведь в какой-то сфере Олег Михайлович занимается ведь... Он же пытается заниматься каком-то пересечении математики и философии. Да? Вот это понятие счет, там всякие. Ну, пытается, но не получается. Сейчас я внимательно на это дело взглянул. То есть, была попытка из этого построить какую-то теорию на этом основании. На самом деле, она провалилась. Не получается. Ну, в принципе, идея интересная. Ну, она вот только идея. То есть, для наговора есть, вот такой идеи нету. То есть, мысль по-прежнему в планете, я хочу... То есть, грубо говоря, перевести философию в осязаемые символы? Ну, скажем так. Да нет, просто здесь, как бы, то, что переводится в осязаемые символы, это различие актуализации. Вот есть некая, как бы, деятельность актуализации, да, вот эта деятельность, она может, как бы, будет варьироваться, как измеряться, условно говоря, там, какими-то числами. Да. И благодаря этому, действительно, мы различаем актуальность и потенциальность. Но различаем не тем способом, как в понятии, да, что есть актуальность, есть актуальность, а именно в том смысле, что вот в реальном акте актуализации, потому что актуализация есть всегда, ведь нету такой, нету, ведь предмета отдельно от формы, и нету формы отдельно от предмета. Нам надо различить предмет и форму на самом деле в самой действительности актуализации. Каким образом? То есть разные степени актуализации. И когда мы говорим об этой разной степени актуализации, нужно как-то эту степень измерять. Если измерять вероятность, то это действительно наиболее благотворно. Как бы характеристика, вероятность, она же большая. Вероятность, идея и вероятность. Она же не только понимается в том смысле, что иногда возникнет, а иногда нет. А просто вероятность она позволяет, как вес, есть некий вес актуализации. Как идея, вероятность. А вот насчет нечетких множеств, если там есть такие понятия, как нечетких множеств, и там тоже используется, то возможно просто видно дальнейшее развитие, куда можно это двигать. То есть развитый математический аппарат? Ну, попытаться понять, что такое нечеткие множества и туда куда-то в этом отношении двигаться. Вопрос потом будет заключаться, как бы сделать соответствие тому, что получается, грубо говоря, в цифрах, тому, что соответствует мышлению. Не, но я же пытался, формальную этику развивая, пытался бы теорию групп применить к этике. В каком-то отношении это удается, а в каком-то отношении нет. Тут также понимаешь, что есть некая математическая интуиция, что есть понятие нечетких множеств, а к этому нечетку множеств надо привести. Сначала построить какую-то интуицию, чтобы потом можно было формальным образом просто довести его до ума. Мне не особо хочется нечетким множеством заниматься, а хочется все-таки заниматься философией. Но вот подобного рода подход это интересно. Вот такая интуиция. Философия, видишь ли, это в каком-то отношении получится как интерпретация. Надо сначала построить некий формализм. Вот я говорю, у меня есть была идея, помню, что он относился с формальным этим. Я же буквально в смысле почти довел ее до математического воплощения. Но потом, например, и так ты все остановился. Не так все понятно, как это формализм. И далее интерпретировать и перенести на философский этап. Нет, просто если формальная этика стала буквально формальней, если бы она стала теорией группы, условно говоря, можно из-за этого что-то извлечь. Какие-то дивиденды. Ну вот так. Можно ли здесь что-то извлечь? Я могу сказать, что вот, как бы вообще говоря, различие формы и предметы у Олега Михайловича, это на самом деле больная тема. Потому что у меня всегда получается так, что предмет как бы не нужен. Каждый раз одна и та же ситуация, что предмет, он подчинен форме как бы, да, форма активна, она является действующим персонажем, а предметом пассивен он как бы почти никогда не нужен. Вот это на самом деле есть некое упрощение, есть некое... Но здесь не так. Здесь не так. Все интереснее. Вот именно что. Вот именно я хотел сказать, что вообще предмет как бы приобретает какую-то цель, это ценность. Потому что он иногда как бы воплощается, а иногда нет. У нас, условно говоря, как бы что-то от предмета зависит, а не только от формы. Да, да. Это интересно, да. То есть вот... Может быть дело не в вероятности, может быть даже не дело не в этом подходе, но вот есть некая недовлетворенность тем, что у Олега Михайловича, ну блин, ты тут совершенно не нужен так. По большому счету, он там вначале возникает, а потом можно его отбросить, и дальше просто двигаться в чистоте формы. И вот это на самом деле, как бы, вот такой недостаток философии уже, условно говоря, Олега Михайловича как бы бросается в этом. Вот когда ты об этом говорил, то есть на самом деле ты просто смотрел в кори. У него всякий раз возникает, а что делать предметы? Он предмет, типа вот он, прострадатель, но он как бы и не нужен, на нем даже и разговор не заходит. Мы говорили, это когда пытался идти, а все предметы состоит, как его его, что он там, свет, он там, что там, форма, что такое предмет. Ну просто ничто, понимаешь, он не нужен как бы. То есть на нем просто условно говоря, форма там изгаляется как может. Потому что вся содержательность, вся, все, что там происходит, происходит и так, собственно, случается в форме. И поэтому, когда даже Олег Викторович говорит об актуализации, это выглядит, ну, как издевательство. Понимаешь, форма всегда актуальна получается. Ну, что там она актуализирует в предмете, если и так форма всегда актуальна? Вот это вот как бы некий недостаток, что предмет на самом деле полностью, как бы, элиминировался там. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы предмет немного сопротивлялся. Вот это вот сопротивление, что он то ли поплотился, то ли не уплотился, как бы выраженная вероятность, оно похоже на какое-то там, действительно, что-то более... Да, и здесь как бы так сразу же становится понятно, почему сознание стремится к небытию или к ничто. К ничто, точнее. А почему он состоит? А потому что при пустое формы, то есть форма мысли как ничто, при пустоте, для него вот этот весовой фактор вероятность учителя на единицы. То есть, с одной стороны, это ничто, но это абсолютно воплотившееся ничто. Вот что интересно. То есть, такая... Абсолютная актуальность. Да, абсолютно актуальность, да. То есть, она у себя актуальна? Да, и для себя она абсолютно актуальна. То есть, у тебя, у тебя, получается, С одной стороны, вот опять здесь есть как бы ничто, то есть это форма решения. Сознание в голове стремится к вероятности единицы. Да, сама для себя, да. А это и есть постоянное множество? Да, это и есть постоянное множество. Ну это, я думаю, какой-то камерский вывод, я не знаю. Не, если брать эту эстетику, то это похоже на твою эстетику. Да, то есть она вот как-то вот так. Но есть же некая эстетика, связанная с тем, что сознание как бы не ищет ничто. То есть это очень интересно, что именно в ситуации ничто это единственная ситуация, когда форма достоверно для себя не актуальна на сто процентов. Про все страны сказать нельзя, а про ничто можно. Это поразительно. Ты говоришь о ничто, то есть о небытии чистой форме, то есть о ничто лишенном. А почему, кстати, понятно? Потому что пустое множество это всегда актуально и здесь нет сопротивления. А когда есть уже реальный предмет, он всегда сопротивляется. И воплощение будет в реальном предмете всегда. Да, у тебя ничто, это лишенность какого-либо определения. Но это лишенность этого определения актуальна для самого сознания всегда на сто процентов вероятности. И это сильный эстетический вывод, который можно сделать. Ну что, может, еще чуть-чуть мне предложить, я чуть-чуть не скажу. Не, ну просто сам факт состоит в том, что любопытность, что вот мне вот что-то мне как-то... Идея сопротивления понравилась. А что это статистический закон, по сути, получился? Ну вопрос сопротивления. Пустота. Пустота, она и не сопротивляется. Да, но она, говорит, для себя дана со стопроцентным отношением. То есть это отношение как бы с собой, чистое. Не сопротивление, не с иным. Не сопротивление, но отношение с собой чистое. Чистая листоверность. То есть это... А тогда не воплощение 0, это что-то такое. Давай другую возможность рассмотрим. Допустим, 0. Вероятность 0. То есть форма пытается воплотиться, как бы, но сопротивление настолько сильное, что они еще не удаются. То есть это что такое такое? С обратной стороны? Не знаю. Отсутствие реальности. Нет, это не отсутствие реальности. То есть нет воплощения этой формы вне тебя, вне сознания. Это, видимо, когда форма себя не сознает, наверное? Нет. А как? Или ты являешься полостью предметов? Не воплощение. Но если когда мы говорим об определенности какой-то, то это речь идет о какой-то конкретной чувственной форме. Да. То есть ты являешься столом. А что значит, что она до конца не воплощается? Никогда. Ведь мы никогда не можем отдать себе это. Нет. Вот мы одну крайность рассмотрели, пустое ножество, а другая... Но она такая очень специфическая, она связана именно с природы самого пустоя. Хорошо, я понимаю. А другая крайность, когда 0? А там не получается крайность посмотреть, потому что у тебя бесконечное количество форм с вероятностью 0? Нет, ну мы с ним берем как-то конкретную форму с вероятностью 0. То есть форма есть, но она не воплощена. Это что значит? Тут форма есть, но воплощение его что? Получается, что опять пустое множество. Самое забавное, это множество всеклетающих крокодилов. Обратите внимание. Вероятность говорит нам о форме или о предмете? Вероятность говорит о форме. Нет. Или о предмете. О предмете. О предмете. О предмете. Тогда вероятность то ли что состоит? Что предмет... Нет. Нет. А как это так? Ну, множество пустых крокодилов в бюджетке нету. Или мы действительно подошли к тому, что мы можем пустое множество отличить или множество пустых крокодилов? Получается, что у тебя здесь написано, что 1-1 это пустое множество, а 0 это множество. Получается, что это как бы пустое, но другое. Потому что это крайний полюс. Да. То есть у тебя получается, забавно, да? Получается, что у нас два пустых множества. Как так получилось? Что у нас есть пустое множество и пустое множество штрих. Одно из них это решенность всякого определенности, то есть ничто. А другое в чистой форме. То есть ничто? Нет. А другое не чистая форма. Другое как бы получается ноль. Ну, это невоплощенное вообще. То есть у тебя с одной стороны полностью ноль. Полностью ничто. Ха! Это ничто, это небытие. А! Да. Так, да? Ну, похоже. А зачем ничто и небытие? То есть, иначе говоря, вот этот твоим оранжевик, и вероятность, это с вами две границы. Да. Ничто это отсутствие определенности, а небытие это вообще полное отсутствие. Да. То есть даже не полное отсутствие, а... Отсутствие, понимаете... Просто именно небытие. Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. То есть сплавное отсутствие – это всё-таки всегда отсутствие содержания. Имеется вовła estate небытие, то есть... Да. Ничто – это отсутствие содержания. То есть мичто само для себя дано со 100% Gobierno оранжевivaalle... Хорошо. Это отсутствие определенности. Да. Потому что «что» обилие, а это отрицация существования. Да, существование – существование. Форма есть – это существование... Форма движется между двумя крайностями, которые невозможны. Да, между ничтой и небытием, да. Причем как бы... Нет, не-не-не, ничто-то как раз возможно. Да-да, ничто возможно. А небытие похоже, что тоже возможным стало. Ну да, если ее оплатилось, полное сопротивление. Это ведь небытие, на самом деле. Форма не воплотилась, ее тоже нет. Если форма в предмете не воплотилась, ее тоже нечистой формы существует. Это вот, если пара штуки существует... Очень интересно, что множество летающих крокодилов, как раз небытие. Это форма, это Бог. Не-не-не, ну мы не к этому... То есть ничто, ничто, ничто... У нас всегда форма, всегда это связано с предметами. И предмет отдельно не существует, и форма отдельно не существует. Если предмет не воплотился, значит эта форма как бы не существует. Она как бы просто ушла в небытие. Да, то есть это получается, что это движение от обратного. Да это небытие. Это движение, отсутствие предмета... Да, Игорь, видя просто простые какие-то цифры, которые определяют степень воплощенности, и вот видишь, как бы интересно, кто-то какую-то функцию выписал. Интерпретация. Кроме интерпретации, новый результат должен получить, блин. Закоситесь, что новый результат. На самом деле, как бы интуитивно здесь есть какая-то интересная вещь. Какой ничто... Вот лишь параметр обнаружился, друг, да? Связанный с воплощением... Он был в ничтое, был в нечетких множествах. И он позволил различить ничто от небытия. Нет, на самом деле, это сложно различить. Хотя, конечно, интуитивно это понятно, но надо же показать, как это в конкретности. Просто это развлечение, мы... Я только думал, какую книжку здесь в термин. Какую книжку с тобой написали? Всякие там, ничтое, бытие, ничтое, бытие... Придумал новая схема, ничтое и небытие. Так книжку можно назвать. Или небытие и ничтое. Лучше небытие и ничтое. А что бы значило тогда бы полное воплощение? Подожди. Чего? Просто предмет стал и все. А это? Как один. Ну, просто как один. Диван стал и в стулья. А вероятность не единица была бы? А? Когда предмет полностью воплотится. Ну, вероятность. Но то вводилось, что эта форма, она... Не пустая форма, а конкретная. Вот тебе конкретно диван и полный билст. А там у тебя состоит, что у тебя пустая форма. Реально. Просто форма, лишенная всякого содержания. У тебя нет никакой определенности. Но это не у тебя лишенности, это определенности достоверно тебе со стопроцентной вероятностью. То есть у тебя нет никакого соблюдения. Поэтому ты находишься со своим ничто в большом состоянии. Я уже не знаю. Случится есть казуистика, нет? Чего-то да. А чем казуистика? А чем какая казуистика? Как только ты начинаешь мыслить не как ничто. Если ты начинаешь пытаться мыслить... Понимаешь, в чем опасность всякого рода математики, что можно запутаться в этих определенностях. И как бы тебе казалось, что что-то получило, а на самом деле это своего рода казуистика. Надо все-таки разобраться с интерпретацией. Я понимаю, но вот с единицей, допустим. Единица же обозначает то, что если воплощение предметов полностью. Да. А пустое множество тоже воплощение полностью. Да. Тогда как-то... Ну, держи. Пустое множество что значит воплощение? Пустое множество это форма. Это форма всякого, вне всякого содержания. Частное содержание. Что такое форма? Это определенность. Определить значит ограничить. Например, множество всех зеленых цветов. Оно тебе задает зеленую. Но это вероятность 1. Нет. Оно тебе может воплотиться с любой вероятностью. У тебя конкретно зеленый предмет в этой зеленой цвете. Ты можешь воплотиться с вероятностью от 0 до 1. Так, да? Теперь у тебя этой зелености нет. Вообще ничего нет. То есть есть ничто. От отсутствия всякого предмета. Это ничто у тебя воплощается с вероятностью 1. Всегда. Всегда. Это некое интенсивное... Да, да, да. Я просто вырученный случай. Теперь у тебя есть множество летающих крокодилов. Летающих крокодилов никогда не бывают в природе. Воплощаются наши технологии всегда с вероятностью 0. Это есть небытие. Это есть небытие. Все очень просто. Переоплан. Очень интересно, а к математике, если это дело привязать? Если математике вот таким образом различить, то есть версия, что продукт софасового там не будет. Брата брея, который бреет сам себя. Вот версия, что их там не будет, если он такую штуку сделал. Что за пробок? Дело в том, что Игорь действительно различил пустое множество и бессмысленное множество. Не бессмысленное, а определение. Я понимаю, а так назвать множество всех крокодилов придачи? Да. То есть бессмысленное множество? Бессмысленное. Ну, я имею в виду, что оно не будет самым. Противоречие в определении был. Противоречие в определенности и противоречие существования. То есть противоречие существований? Точнее, без проблем противоречие существований есть и есть. Причем как бы противоречие вот Расселского типа, там же противоречие как бы снижательное. То есть оно вот как-то вот здесь уфигурирует. А на самом деле его надо спустить сюда. Нет, оно как раз с крокодилами скорее. Я понимаю, но надо его сюда спустить и сразу... Надо понять, конечно, как это что-то такое. Ну, что Расселская надо записать в логике нечетких множеств Расселская поражение. Да. Посмотреть, что получится. Оно же вписалось в логике обычных вещей. Может быть, обычных множеств не существует, а существует только логика нечетких множеств, которые потом в форме предельного перехода, уже потом в всех решениях, переходим к обычным множествам. Да. Продолжение в том, что, скажем, вероятность единицы, если мы видим этот стол, это какова вероятность? У нас есть форма стола, мы этот стол видим. Вероятность какова? Ну, единицы, единицы. Тогда каким образом мы его отличим от пустого множества? А у тебя форма множества? Он с такой же вероятностью появляется. Так у него есть форма определенности. У пустого множества нет формы определенности. Ни стола, ничего. Нет, но все равно с вероятностью единицы появляется. Даже с вероятностью единицы два, вот две возможности. Либо пустая... Я недавно этот вопрос задал, Игорь ответил. Либо это стол конкретный. Потому что у стола есть его форма определенности. Ну и что? А у ничтона нет формы определенности. Нет, нету зелености, столовости, чего-то еще. Знаешь, на что похоже? Ты помнишь об общенной функции, если функции дирака, которые сводят все к единице, что-то? Как она работает? Ну, есть та самая терапия. А вообще эта функция, как она называется? Ну, грубо говоря... Дальта функция, как он называется? Дальта функция, да. А не похоже ли, что если формализм вести, то потом, чтобы его обобщить, чтобы все противоречившиеся, надо просто какой-то перевод сделать? Я об этом и говорю. Ты работаешь в океане четких множеств для вещей, развлечений. Да. А потом делаешь переход к обычной лорке. И в основном, что у тебя продукции масла снимаются. Они просто действительно будут видно, что вот они есть, и при переходе они просто исчезнут. Возможно, да. И как раз благодаря вот этой вариации возникает развлечение многих вещей, которые просто схлопнуты в обычных. Потому что если вот этой вариации нет, то вот эти вот вещи мы почти не различаем. Да. Бега о чем дело. Так, значит, удалось сейчас быстренько решить проблему, связанную с так называемым парадоксом расы. Посмотрим. Один из двух примеров. Это парадокс Бродобрея. Зададим, рассмотрим некоторый полк, и зададим некое множество благодаря определенному роду условию. Пусть Бродобрей – это бреет всех, кто не бреется сам в полку. Тогда оказывается, что мы не можем понять, кто такой Бродобрей. Бродобрей либо бреет себя по определению задачи, либо не бреет себя. Опять-таки, по определению задачи. Эти проблемы очень важны для Кантеровской теории множеств. И, в общем-то, до сих пор непонятно, как с ними работать. Давайте дадим простое и эффектное решение этой задачке. Рассмотрим эту ситуацию в логе нечетких множеств. Это означает, что Бродобрей бреет каждого человека с вероятностью, скажем, M. А человек этот, скажем, бреется с вероятностью M. Тогда оказывается, что Бродобрей бреет сам себя с вероятностью X, допустим. Раз мы бреет сам себя с некоторой вероятностью X, то получается, что противоречия здесь нет. И благодаря переформулировке задачи из логики Кантеровских множеств на логику нечетких множеств, мы избежали счастливым образом парадокса Бродобрея, как одной из разновидностей Рассловских парадоксов. Все. Так, а будешь ты развивать дальше-то эту теорию? Это вопрос вообще? Это вопрос, да. Да нет, наверное. А если еще что-нибудь придумается быстро, то придумаем. Но очень важно понимать, что переформулировка задачи в логике нечетких множеств позволяет избежать этого фундаментального парадокса. То есть позволяет включить Бродобрея во множество? Да. В нечеткое. В нечеткое множество? В нечеткое. То есть нечеткое множество является более широким понятием обычных множеств? Всякое множество, безусловно, является разновидностью нечетких множеств. Но очень много есть нечетких множеств, которые не являются разновидностью обычных множеств. Это я просто задумался, что я еще одну очередную штуку придумал только что. Ну ладно, ну все. Спасибо. О том, что немножко подумал. А что, неужели таким образом оказывается, что в нашем простом и макроскопическом мире есть место вероятности? Ну, вообще-то, если взять квантовую механику, то у нас только все на вероятности ясно. Так это, блин. Так это в квантовой механике. А вот в нашем мире, в мире Бродобреев и полковых гусанов. Так не должно ли так получаться, что, в принципе, наш мир, это и есть частный случай квантовой механике? Ну, я понимаю, подкидываешь ты кубик, что-либо еще, гусары любили играть в кости и так далее. Да нет, но квантовая механика более фундаментальна, чем наш мир. Нет, разве? Ну, это-то да. Он лежит в основе. Должно как-то это проявляться. Такой вероятностный подход только так существовало. Получается, что здесь в логике... Ну, что-то, статфизика еще есть. Прямо вот здесь Бродобрея, то есть Бродобрея один всего лишь. Он один-единственный, то есть никакой статистики, с одной стороны. С другой стороны, он явно макроскопический объект. То есть существование вероятности в мире макроскопических объектов. Так, может быть, вопрос не в этом, а в том, что такое нечеткое множество. Может быть, не просто было по-другому, интуитивно, как бы его задать было сложно. Просто придумали именно через вероятность, потому что это понятно, что это... Да, это единственный способ, как я понимаю его, да. А люди как-то, тренированные люди, могут понимать, наверное, как-то... Да, и просто вопрос о том, как задавать само понятие нечеткое множество. Если вводить через понятие вероятности, нам все это интуитивно понятно. И не требует никаких дополнительных объяснений. А так, в принципе, вопрос за вечер состоит, что вот есть некое множество, но оно просто, если так можно выразиться, грозится его какие-то нечеткие. Понимаешь? То есть, интуитивно понятие нечеткость, но можно выразить... Как же дело, границы нечеткие элементы, его как-то нечетко к нему... Но это и есть, что я же говорю, границы. Если представить, что множество ограничит, есть множество объектов, и вот прочертить в множестве объектов границы, это есть множество, выделить множество. Нет, я думаю, нет. Это разные вещи. Это не границы именно, это границы, которые происходят через каждый элемент. Тогда Конечно, это же то, что Некое скопление, оно как бы там Ну что значит нечеткое? Значит, то ли элемент входит, то ли не входит Правильно? Да, да, да А каждый элемент так? Да Ну, не важно, суть вопроса совсем же про добрей То ли он входит, то ли не входит, вот он вошел Да, а то ли не вошел Но тем не менее, как бы формализовано Понимаешь, такой элемент, который то ли входит, то ли не входит У нас получается просто нет элементов, которые бы не входили Нечеткое множество Не, ну на самом деле, если он не входит же говорю что это весь мир но смотрим 0 если не входит у меня это с воплоте 1 понимаешь как бы но поскольку подтвердил нечеткость но с этаж какой то вероятность это он ходит не входит но елена но что они работают аллах с того количества же для своих действий а кстати там правда получается о множестве такой, что ли? Нет, потому что для второго множества совокупность этих весов, вот этих вероятностей будет другим. А, да, согласен. То есть, ну всякий раз весь мир входит? Да. Потому что то, что не входит, просто с нулями входит и все. Да. Так тоже можно посмотреть. Не, ну это прикольно получается такое. Какая-то философия всеединства, да. Ну, где просто веса по разному расписываются постоянно. Какая-то философия, какая-то функция. Можно построить тензор плотности. То есть, каждое множество, получается, соответствует некая характеристическая функция вот эта. Но. То есть, множество дает исключительно характеристические функции. Иногда, может быть, даже не о множестве говорить, а вот об этих характеристических функциях, потому что все остальное как бы не существенно. Потому что фактически количество элементов у всех, не, не, не количество, а количество элементов одинаковое. Просто у одних является ноль, а у других является... Количество элементов одинаковое. У всех. То есть, У всех множество, нечеткая логика. Если ты множество умножаешь на ноль, то у тебя элемента нет. Это вопрос, как понимать или нет. А знаешь, в чем ты прав? Потому что это другое отражение ситуации совершенно, когда мы говорили о различии ничтого и бытия. И ты взял его и переформулировал просто в другой логике. Оно опять же появилось, да? Субтитры создавал DimaTorzok